Привет, друзья! С вами Алекса, и я очень рада видеть вас на моём канале. Сегодня коротенькое видео о законе притяжения и о усилии медитации. Что для меня медитация? Для начала скажу, что опыт медитации у меня уже большой. Я начала заниматься этим где-то лет с 15, как только начала читать всякие спиритуальные, эзотерические книги. И, например, после прочтения Карлса Кастанеды я поняла, в принципе, что медитация очень важна. Медитация — это для меня, когда ты садишься и начинаешь просто контролировать свои мысли. Обычно наши мысли, наша энергия направлена в разные стороны. Она не здесь с вами рядом, она где-то в телефоне, в компьютере, в каких-то мыслях о ком-то. Возможно, в холодильнике, если вы постоянно думаете о еде. И порой очень трудно бывает просто сосредоточиться на себе, на своих ощущениях, на то, что происходит сейчас. Почувствовать ситуацию, прочувствовать вообще, кто я, где я. А это очень важно. Я начала заниматься медитацией, как я уже сказала, в лет 15-16. Я садилась просто и отметала все мысли. Приходит мне какая-то мысль, о, нужно там позвонить тому-то. Я её отметаю, дальше сижу, дальше концентрируюсь просто на таком безмысленном состоянии. Приходит мне мысль, о, надо сейчас покушать, пойти. Я тоже её отметаю. Обычно, когда садишься и медитируешь, начинают всплывать какие-то мысли, ой, нужно пообирать в шкафу. Знаете, вы никогда, вы уже не убирали в шкафу на протяжении нескольких месяцев. И именно в этот момент, когда вы садитесь в медитацию, вам нужно пообирать в шкафу. Но вы их тоже отметаете, эти мысли, и просто сосредотачиваетесь на безмолвии, на состоянии таком транса. И тогда происходит нечто такое интересное. Когда я делаю медитации, я делаю медитации не каждый день, но когда я чувствую, что у меня какое-то настроение не очень хорошее, какое-то тухлое настроение, у меня мало энергии, я как-то очень не сконцентрирована, моя энергия рассеянная. Тогда я сажусь реально, завожу будильник там на айфоне, ставлю на 15 минут и таким образом медитирую, как я только что описала. Что происходит? Ваша энергия из пространства, из каких-то мыслей, вы думаете о том, о том, о том, о миллионе мыслей, она из этого всего приходит к вам. Но вы, то есть у вас появляется много энергии, вы начинаете думать совсем о других вещах, а к вам приходят совсем другие мысли, какие-то интересные мысли. И самое главное, вы начинаете видеть ситуацию ясно, что именно сейчас вам нужно. Не когда-то через месяц, через 10 лет или еще что-то, а именно сейчас. Что сейчас делает вас счастливой, что сейчас продвинет вас к вашей цели. Это самая большая польза медитации, такой, какой я описала, то, что вы видите ясно ситуацию. И чем больше ваш разум такой, знаете, неясен, если он неясен, если он постоянно разрывается между плюс и минус, вы не можете найти золотую середину, чем чаще, тем чаще вы должны медитировать и тем дольше. Я медитировала в юности, в молодости, в 18-20 лет, когда у меня еще была такая негармоничная у меня была середина. Я даже иногда по часу я садилась, просто отметала эти ужасные мысли и просто хотела покоя. А сейчас я очень гармоничный человек, поэтому не нужно много медитировать. А очень важно все-таки медитировать то время, которое вы себе поставили. Если это 15 минут, продержитесь до 15 минут, если это 20 минут, продержитесь 20 минут. Если после 15 минут вам не полегчало, сделайте медитацию длиннее. Но то, что вы должны почувствовать при этой медитации, что все мысли где-то здесь, но не в вашей голове, что вы просто расслаблены в голове, что вы расслаблены в теле. Тогда пытайтесь просто, чтобы управление этим разумом отошло на второй план, и просто вы, вы знаете, энергию можно читать, можно читать мысли, можно читать чувства и настроения. У меня это выходит. Я просто настолько могу отключиться от мыслей, отключиться от моего ума. Ум тоже очень важен для планирования, для каждодневной жизни, но в таком трансовом состоянии, когда у вас мало мыслей в голове, вы можете реально чувствовать ситуацию. Вы можете ощущать, как человек к вам относится. Вы можете сидеть дома, и вам придет какая-то очень интересная идея, и окажется, что эта идея то, что вам нужно было. Вам придет какая-то мысль о родственнике, о близком человеке, и окажется, что он о вас тоже думал в этот момент. Понимаете, когда вы медитируете, ваша чувствительность, она обостряется. В этом и плюсы медитации. Поэтому я живу в таком состоянии уже давно, потому что я начала заниматься этим уже давно. Но если вас раздирают сомнения, какие-то плохие настроения, депрессии, попробуйте медитировать. На ваше усмотрение, сколько это должно быть, как часто, это приносит пользу. Это проверено мной. И я надеюсь, вам помог мой совет. Если да, пальцы вверх, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой интересный канал, и мы увидимся очень скоро. Пока!